Конечно, если всерьез смотреть новости, будет депрессия. Я хочу вам дать совет, как избавиться от депрессии. Я даю правильный совет, и многие считают, что я колдун даже. Ну потому что я иногда пошучу, и сбылось. Слушайте, я три года говорил, что верить в честные выборы у нас в стране, и что вы берете дядю, который обустроит нашу жизнь, вот придет дядя, все сделает. С таким же успехом можно верить в то, что прилететь метеорит, и все посчастливее. Прилетел? Реально осчастливее. А 10 лет назад я пошутил, что Юдашкин должен пошить форму русской армии. Я шутил. Причем не знаю, почему дальше не выполнили. Я уже сказал, и портянки со стразами надо сделать. Насколько верят, что у меня иногда за кулисами теперь приходят ясновидящие ко мне. Говорят, вы ясновидящие, откройте нам третий глаз. Я им должен открыть. Я говорю, прежде чем третий открыть, свои два. Откройте, между прочим, для начала. Сумасшедшие придурки ходят за кулисы, которые все время мне хотят рассказать, как они в астрал выходят. А я придуриваться начал специально. У меня библиотека есть в Риге. И там открытие было. Ко мне выставил очередь за автобусом. Я сижу в маленькой комнатке. И заходят по одному. А очередь как к Ленину. Заходит мужик. Я думаю, сейчас я буду косить под колдуна. Воняет рыбой. Вы представьте, не можете. Как тихоокеанская плавбаза. Я когда впервые... Вот я там бывал на Тихом океане. Плавбаза еще за горизонтом, а уже знаешь, что она приближается по запаху. Так я этот вошел. И я смотрю на руки. Думаю, он рыбой торгует. А руки посечены. Значит, он рыбак. И все. Я ему говорю, тяжело вам рыбакам сейчас жить? Ой, откуда вы знаете, что я рыбак? Да ты воняешь, понимаешь? И руки у тебя посечены. Че тут знать? Я говорю, я колдун. Он говорит, да, не рассказывай. Вышел от меня, говорит, он колдун, осторожно. Заходит пара молодая. И так-то они трясутся. Ну не трясутся, а волнуются все-таки. К популярному человеку. Я не люблю слово звезда. Звезда это понятие попсовое. Это вот наши попсючки. Любят себя звездами называть. Хотя они звездушки, звездуночки, звездячки. Мне одна молодуха написала в электронной почве. Они же с ошибками все пишут сегодня, молодые. Она написала, вы для меня через и. Звезда. Вот это я согласен. Я звезда. И я решил звездить. Зашли эти молодые. И так волнуются. И он ей говорит, Марин, сфоткай меня с ним. А я беру книжку, которую она мне дает на подс. Я говорю, можно я напишу Марине? Он говорит, откуда вы знаете, как вы не знаете? Они же не слышат. Я говорю, колдун. В общем, я многих так уже настроил, что ко мне действительно пророки ходят. Говорят, дайте мне учеников. Я говорю, какой ты пророк, если у тебя учеников нет? А в Нижнем Новгороде ко мне прошел пацан молодой. Говорит, вы мне должны бабки за 10 лет. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, я уже 10 лет руковожу вашими словами из астрала. Наезд реальный. Я его спрашиваю, ты как в астрал выходишь? Где-нибудь сегодня что-то с вами будет? Он говорит, по скайпу. Не скудеет российская земля и гевотами. Короче, поскольку депрессуха может быть у каждого, кто смотрит телевизор вечером. От колдуна совета. Несновидящим вообще легко быть. Простите, еще отвлекусь ненадолго. Вот наш народ, он очень доверчивый, наивный. Американцы тупые, а мы доверчивые. Ну, если я про американцев не скажу, вроде вообще зря я приехал. Поэтому я там, походя хотя бы. А наши доверчивые, только наши верят жирным диетологам. Половина косметологов прыща вводят. У них жуткая кожа. Я еду в какой-то город, по-моему, в Нижний Новгород. Вечером поезд, сижу в ресторане, неподалеку от вокзала. И за соседним столиком сидят три довольно молодых человека. Грязные, неопрятные, какие-то нечесанные, пьяные. И с ними постарше мужик. Жирный-жирный, волосный. Очень немного на голове. Такой, знаете, вот если долго палубу драить шваброй, вот у швабры такое остается навсегда. Такие волосы в подмышках растут обычно. Ему как будто из подмышек пересадились, вот волосы. И один из них пьяный подходит и говорит, наш учитель хочет с вами поговорить. Учитель, вот этот вот. Он подсел и говорит, что? Он говорит, я хочу вас вылечить. Я говорю, чего? А ты себя лечишь? Да. Я говорю, ты хочешь, чтобы я таким же стал? Но наши люди верят, хотя их разводят вот так, как я только что вам прикололся. Короче, депрессуху уколол, даю совет. От депрессии помогают коты. Если вам плохо-плохо, крепко-крепко обнимите кота. И не отпускайте его до тех пор, пока не поймете, что ему еще хуже. Я пошутил. Не вздумайте этим заниматься. А вообще, конечно, много буду говорить сегодня и о политиках в первом отделении. Во втором грузить этим не буду. А нам, во всяком случае. А в первом буду говорить, это все-таки шоу-бизнес. Но как можно верить в честные выборы? Все в стране воруют, а выборы должны быть честными, да? Но все воруют по-своему. Повар ворует кусок колбасы у себя, там, где он работает на кухне. А депутат нефтяную вышку. Поэтому это все шоу-бизнес. Но говорить о шоу-бизнесе надо с последних событий. Евровидение, Евровидение было. Я смотрел перед поездкой на Волгу. Надо было все-таки знать, о чем речь идет. Я еле-еле досмотрел. Я себя щипал, кусал. Как у Стаса Михайлова. Одна и та же песня. Ну, за исключением двух-трех выступлений. Главным скандалом Евровидения стало выступление Финляндии. В конце номера финские певицы крепко и затяжно поцеловались в губы. После чего до всей Европы дошло, что до финнов, наконец, дошло выступление Тату на Европе. Слушайте, и мужских голосов не стало. Это же ужас какой-то. Все поют козлами, такие кастрированные козлы. Это такими голосами должны петь евнухи. И бабы их бить должны там. В России в этом году представляла Дина Гарипова, но это ладно, но румын певец. Вот, вышел на сцену вообще в образе Дракулы. Когда он запел фальцетом, удивление зрителей сменилось желанием вбить в него осиновую голову. Я когда об этом написал у себя в живом журнале, журналисты мне начали звонить. И претензии, как вам не стынет, в чем мне не стынет? Она говорит, вы против геев. Вы вообще, совсем у вас башня сусло, что ли? Они говорят, ну как же, вы написали против геев. Я говорю, подождите, хорошо, если вы так не говорите, как вы относитесь к гей-параду? Меня спрашивают. Я говорю, я вообще не отношусь к гей-параду. И она мне образовывает, так вы еще и против демократии. Ну все, у либералов все в башке смешалось. Причем тут демократия и геи. Вот можете мне объяснить, геи, понимаем, пускай существуют на белом свете, ничего страшного. Наверное, в этом нет. Я даже если в магазин приображу, и продавец гей, я часто иду к нему, потому что он аккуратненький. У него ноготки и кутикулы подстрижены. Он отличает пиксели от пендалей. Он все знает. А мужу, он ничего не знает. И, ну, каждому свое место. Но, что это такое? Это расстройство гормональное. Надо бы заботиться, лечить. Но при чем тут гей-парад? Тогда давайте устраивать парад больных остеохондрозов. Идут перекореженные. К нам сюда. А почему тогда мы, мужики, парад не устраиваем? У нас в шоу-бизнесе три человека осталось. Мы можем выйти к нам сюда. Я с одной отчей звездой поссорился. Попсовой. Из-за нашего философского разговора о геях. Ну, она защищает их. А я говорю, пойми, Алла. Борисовна. Ну, вот смотри, философские. В природе это не заложено. Как не заложено? Ну, как? Вы видели когда-нибудь гея-орла? Я начинаю перечислять. Вот, а быта гея? Этого нет в природе. На нашу беду рядом сидел Боря Моисеев. Говорит, а я видел муравьев геев. Я говорю, Боря, ты под какой лупу их рассматриваешь? Как ты вообще понял, что они геи? Это какое увеличение лупы должно быть, чтобы ты разобрался, кто, кого, чем, куда? Ох. А мне еще один возразил, зато козлы для ей есть. Я говорю, ну, особенно в шоу-бизнесе. Ну, вот нашу страну представляла Дина Гарипова. Весь этот скандал чушь, конечно, с этими десятью баллами. Ну, дали, не дали, ничего не меняется. Другое. Я раскрыл секрет, почему все-таки многие славяне голосовали не за нее. Виноват Никита Джагурда. Он сказал, что если она не займет первое место, он наденет всенародный лифчик женский на себя. А это интереснее, между прочим, чем все Евровидение. И он молодец, сдержал слово, надел этот лифчик. Вот. Но открою вам секрет. Психолог Джагурды посещает психологов. Иван, продолжаем некоторые сообщения шоу-бизнеса. Иван Ахлобыстин, наш поп, возглавил высший совет правого дела. Такого большого прихода у священника Ахлобыстина еще не было. Вот. Жанна Гузарова полетела вместе с космонавтами на Марс. Стар дорогу показать. Телеведущий Андрей Малахов. У него недавно сломался миксер. Вот когда пригодилось ему умение трепать языком. По словам Киркорова, вот перец Киркорова. Не, он болгарский перец. По словам Киркорова, он счастлив, что у него после дочери родился сын. И только сын сможет продолжить дело отца. Наследуя титул короля эстрады и жениться на Али Борисовне. Иван Урган на одной из тусовок долго подкалывал двойника Медведева, пока ему не объяснили, что это не двойник. Снова шепотом, после того, как Владимир Путин протестировал Ладу Калину и Ладу Бранту, в томительном ожидании пребывает певица Лада Дэнс. А Путин, вот, если бы он не стал политиком, он, по-моему, шоуменом должен был бы стать. Он иногда так говорит, что зависают все чиновники. И вот Медведев говорит всегда правильно. Так правильно, что его так скучно слушать. И очень любит, говорит, он всегда в костюме, в галстуке Медведев такой. Его насадили, гордо так ходит, его насадили на вертикаль власть. Причем на вылизанную вертикаль власть. А Путин, пацан такой реальный. Чиновникам недавно сказал, надо мотыжить с утра, как святой Франциск. И они айпада блудить начали, искать сайт святого Франциска, как он там мотыжил. Но он приколист, конечно. Но может многие забыли, он подарил Японии, напомню, это гениально, японскому премьер-министру Путину, котенка. Японцы зависли реально, потому что провоз животных в Японию запрещен категорически. Но это президент России. Они его посадили на карантин, выстроили здание в аэропорту. Я не знаю, какие кармические грехи этого котенка в прошлой жизни, но этот недотеку шесть месяцев жил один. За ним со шприцами бегали косоглазые. В масках, чтобы не заразиться от него. Он вот такую харю наел, это котяра. Сейчас говорят Путин, а знаете, зачем он подарил котенку Путину? Вместо курил. Я говорю, а почему тогда не четыре котенка? Надо было четырех котят подарить. На каждом написать кунашир и туру. Сейчас он собирается в Корею и, говорят, подарит щенка корейскому. Да, сложная шутка. Для этого образования надо иметь. Да, конечно.